То, что в жизни человека случаются кризисы, переломные моменты, когда требуется переосмысление всего прожитого и принятие новых решений, известно давно. Но американский психолог Гейл Шиихи утверждает, что эти кризисы имеют определенную тематику, последовательность и следуют друг за другом через каждые 7 лет, начиная с 16-летнего возраста. Эти позиции достаточно спорные, но, на мой взгляд, очень полезные. Даже если кризис наступил не через 7, а через 5 или 10 лет, и даже если тематика его и характер переживаний немного другие, человек, знакомый с общей концепцией, быстрее сможет во всем разобраться и принять правильные решения. Кризисы у мужчин ярче выражены и протекают тяжелее, поэтому описываются именно они. Итак, где-то в 16 лет подросток встает перед проблемой, когда нужно доказать, в первую очередь себе и только потом другим, я уже не маленький, я все могу сам, не хуже любого взрослого. Он старается оторваться от родительской опеки, ищет самостоятельные пути во взрослую жизнь, поиски, бродяжничество, попытки установить любовные контакты с девушками. И то, что взрослые оценивают как обычную распущенность и подростковое хулиганство, имеет в душе подростка другие причины – поиск себя и самоутверждение. Следующая дата – 23 года. Парень уже не чувствует себя маленьким, но теперь требуется доказать – я уже полноценный взрослый, взрослый во всех отношениях. Как доказать? Традиционно несколько ходов. Первый состоит в том, что молодой человек рисует себе план на всю жизнь. Он станет известным ученым, поэтом, чемпионом. У него будет много денег, машина, дача, жена-красавица, много детей, роскошная квартира. Я буду всегда любить жену и детей, они меня. Все это красиво, грандиозно, и именно поэтому совершенно нереалистично. Или, чтобы почувствовать себя взрослым, парень женится. Прекрасно помню, когда я где-то в этом возрасте женился, предметом особой гордости было кольцо. Еду в метро, наблюдаю. Все видят, что у меня есть кольцо. Я тоже женат. Прошло семь лет, ему тридцать. Тут становится очевидным, что его мечты недостижимы. И тогда во весь рост встает тяжелое, рождающее отчаяние слово – никогда. Никогда он не будет. Никогда у него не будет. Страшно признать, что жизнь не получилась, и начинается бегство от открывшегося никогда. Он понимает, что его работа, как у всех, обычная, плохо оплачиваемая и не приносящая удовлетворения, и старается поменять работу, иногда вместе с этим и профессию, и квартиру, и город. Видит, что его семья – несчастливое семейство, все как у других, обыденно и трудно. Попытки что-то наладить, выяснения отношений ни к чему не приводят, надоели. Так жить нельзя, он ищет любовь на стороне, пытается заменить семью, отсюда волна измен и разводов. Видя, как все вокруг рушится, он бежит от себя, в том числе в пьянство. Кризис кончается, когда мужчина принимает жизнь в более реалистичном варианте. Переболев, он на работе ставит достижимые цели, отношения в семье переходят на стабильные накатанные рельсы, в духе сотрудничества-сожительства, когда каждый делает свое дело. Супруги находят оптимальную дистанцию между собой, когда они живут каждой своей жизнью и не лезут в жизнь другого, живут как все, уже воспринимая это как нормально. Все хорошо, жена вздохнула, перебесился. Но тут подходит самое тяжелое испытание. Тридцать семь. Кризис середины жизни. На горизонте появляется смерть. Он и раньше знал, что умрет, но понимал только головой, абстрактно. И к сердцу это близко не принимал. А тут на себе почувствовал. Появились первые отметины, звякнули первые звоночки. Здоровье стало давать первые серьезные сбои. Сердце, печень, сосуды. Он кожей почувствовал старение и приближение смерти. Неужели все? Неужели впереди только увядание и черная дыра? Куда провалится все? Что ты сделаешь? Мужчина начинает дергаться. Стараясь восстановить здоровье, кидается в спорт. Причем с отчаянием, неумеренно, до инфарктов. Деньги и карьера в его сознании серьезно обесцениваются. Зачем? С собой в могилу не возьмешь. Теперь его тянет на работу не престижную или денежную, но на человеческую и осмысленную. По-житейски это потеря денег и некоторых благ для семьи. Поставьте себя на место жены, она-то переживает. Мужчину снова перестает устраивать его семья, спокойным, рутинным течением семейной жизни. Хочется оставить после себя хороший след, передать свои знания и опыт. Многие отцы начинают, наконец-то, тянуться к детям, но сыну как раз исполняется 16, посчитайте. Его задача сейчас рвать корни, и отец натыкается на отталкивание. С душевными смятениями он может потянуться к жене, но у них обоих сейчас начинаются возрастные гормональные сдвиги. У мужчин вымываются мужские половые гормоны, у женщин – женские. Это значит, что он становится более сентиментальным, в то время как у нее появляется больше мужских качеств. Он 30 лет не плакал, а тут слезы на глазах. Ему хочется прижаться к жене, а жена грубеет. Да и сам он ее отучил от нежности и откровенности. Он нарывается на «картошку принес» и понимает. Семья – рутина, жена – скотина. Его не понимают, он одинок, жизнь пуста и бессмысленна, поэтому снова уходы в пьянство и измены. Особенность этих измен в том, что они почти всегда с молоденькими. Ему нужны доказательства, что он еще на что-то годен, что его еще списывать рано. Бедная жена. Она его не понимает, но видит, что мужик просто сдурел. Реальность в том, что ее муж остро нуждается в помощи, он тяжело душевно болеет, а жена, самый близкий ему человек, против него. Она оказывается первым его гонителем и врагом. Отсюда новый, сильный, драматичный для обоих пик разводов. А нужно, в сущности, немного понять друг друга. Второй брак. Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Экклезиаст. Безусловно, второй брак имеет свои определенные особенности, свои плюсы и минусы. Реже вторая попытка создать семью диктуется пламенной любовью. С обеих сторон чаще стоит расчет, нередко хороший, грамотный, да и просто люди здесь уже старше. Возраст делает людей серьезнее и ответственнее. Женщины, как правило, становятся терпимее и мудрее. Характерен рассказ одной женщины, вышедшей замуж вторично. Попросила мужа выложить кафель в ванной, объяснила, как и что делать. Гляжу, сделал все шиворот на выворот, как нарочно. Двадцать лет назад я бы разругалась, а сейчас сдержалась. Напротив, поблагодарила, похвалила, вкусно накормила, потом с ним пошли еще раз полюбоваться его работой. И только теперь я объяснила, что он сделал не так и мягко попросила по возможности переделать. Он промолчал, ходил, ходил, сопел, сопел. Потом позвал зятя, возились они до часу ночи и все сделали правильно. Ее действия кажутся естественными, но только с высоты опыта супружеской жизни. Однако во многом второй брак оказывается труднее первого. Люди уже сформировались, не такие гибкие, им труднее притираться. Здесь сталкиваются уже не просто разные ценности, а разные устоявшиеся ценности, уже сложившиеся образы жизни. Рита, ей 32 года, в подобной ситуации призналась. Я не могу жить у Володи, у него все по-другому, чужой дом, а ему также неуютно у меня. К этому добавляется боязнь идти на близкие отношения. Как правило, о прежней семье говорят не только, не сложилось. Большинство тут же готовы добавить, обжегся. В душе живет память боли и страх. Да, он согласен жить совместно, но так, чтобы не привязываться. Все время держит дистанцию, а она чувствует отчуждение. Это чаще мужская болезнь, а страдают от нее женщины. К этому прибавляется еще одно важное обстоятельство. Мало кто из женщин знает, но по судьбе своей и знакомых уже чувствует суровую демографическую статистику. В возрасте от 30 до 60 лет на одного мужчину, не состоящего в браке, но пригодного для семейной жизни, приходится по разным регионам страны от двух до шести незамужних женщин. Поэтому женщины, пережившие кризис одиночества, мужа, как правило, ценят, а вот мужчины озлоблены. Многие боятся, что ими снова начнут крутить. И ведут себя с женщиной резко, не договариваются, а ставят ультиматумы. Их позиции соответствует и лексикон. Не нравится, разбежимся. Главное не распускать жену, не давать им послабления. Когда звучит им, ясно, что мужчина уже не видит конкретную женщину, он видит представительницу враждебного мужчинам лагеря. Даже если согласиться, что большинство женщин склонны к экспансии, то противостоять этому нужно все равно по-другому, потому что такая жесткая, негибкая, недобрая позиция вносит только ненужные осложнения. Такие мужчин мешают себя любить, а на самом деле в любви одинаково нуждаются и женщины, и мужчины. Но при всех своих особенностях второй брак редко когда идет по сценарию, принципиально отличному от первой попытки. Именно поэтому чаще всего повторяются большинство ошибок первого брака. Интерес перерастает в увлечение, увлечение рождает иллюзии и надежды. Но вскоре иллюзии разбиваются о реальность, надежды, о трудности. Энтузиазм сменяется усталостью, взаимным недовольством, нарастанием отчуждения и вспышками злости. Второй брак распадается, по статистике, примерно с той же чистотой, что и первой. Люди терпят друг друга или разводятся. Так будет происходить до тех пор, пока они не научатся строить отношения.